Всем привет! Вы смотрите Астро Ченнел, и сегодня мы поговорим о самых главных астрономических событиях, которые ждут нас в 2019 году. Уже утром 2 января на Дальнем Востоке России можно наблюдать красивое сближение Луны и Венеры. Расстояние между ними составит всего 16 угловых минут. В других регионах страны небесные светила успеют разбежаться и будут находиться дальше друг от друга на утреннем небе. 4 января небо украсит крупный метеорный поток квадрантиды. Максимум ожидается в предутренние часы. 6 января вновь повезет Дальнему Востоку и Сибири. Здесь будет наблюдаться частное солнечное затмение. Луна закроет 62% солнечного диска. Утром 21 января состоится уже лунное затмение, причем полное, причем последнее полное в России до 2022 года. Наблюдаться оно будет на европейской территории России и на Урале. 22 января Венера и Юпитер окажутся в соединении. Расстояние между планетами составит 2,5 градуса. 31 января в Южной Америке состоится дневное покрытие Венеры Луной. В этот день в России на утреннем небе можно наблюдать красивое сближение Венеры Луны и Юпитера. 2 февраля на дневном небе покрытие Сатурна Луной. Интересно, что в течение 2019 года будет 14 покрытий Сатурна Луной, и лишь однажды, как раз 2 февраля, это явление будет наблюдаться с территории России. 12 февраля комета Ивамото может достигнуть 7-й звездной величины. Но как в случае со всеми кометами, это не точно. 5 мая максимум метеорного потока — это аквариды. Лучше всего он наблюдается на южных широтах. 10 июня Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем. 19 июня соединение Меркурия и Марса на вечернем небе. Планеты будут разделять 13 угловых минут. 2 июля в Чили и Аргентине будет наблюдаться полное солнечное затмение. 10 июля противостояние Сатурна. 16 июля состоится частное лунное затмение. Наибольшая теневая фаза — 0,66. Наблюдаться будет на большей части территории России, кроме северных и восточных регионов. 13 августа — максимум активности метеорного потока Персеиды. В этом году, к сожалению, небо будет засвечивать почти полная Луна. 25 сентября серп Луны пройдет на фоне рассеянного скопления ясли. 31 октября Луна окажется в соединении с Юпитером на вечернем небе. Расстояние между ними составит менее 10 угловых минут. 11 ноября состоится прохождение Меркурия по диску Солнца. Увидеть это явление можно лишь на западе и юге европейской территории России. 24 ноября Венера и Юпитер в соединении. Между светилами будет 1,5 градуса. 28 ноября — дневное покрытие Юпитера Луной. 26 декабря — кольцеобразное солнечное затмение, видимое из курортной части Индии. Частные фазы затмения будут наблюдаться в Сибири и на Дальнем Востоке. Конечно, это не полный перечень всех событий. Что-то еще обязательно откроют в течение года. Поэтому следите за обновлениями на канале. А если вам понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. А на сегодня у меня все. Я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока. Партнер проекта — магазин Планетарий. Для подписчиков Astro Channel скидка по коду 2019. Ссылка в описании.